Ребят, всем привет! С вами снова Safe Education и я, Влад Слезин. Сегодня у нас в гостях Надежда Жуковска. И сегодня мы с вами поговорим про такую довольно-таки интересную тему, которая не всегда попадает на ум различных финансистов, людей, которые работают в финансах, людей, которые учат финансы о том, как вообще смежные профессии влияют на финансы. У многих возникает такое представление, что финансы это вот конкретно. Соответственно, мы делаем деньги, мы знаем, как финансировать и, соответственно, все эти вещи, мы на них фокусируемся, мы считаем, что это главное. Но сегодня мы поговорим про что-то абсолютно новое, про то, как такая важная вещь, как маркетинг, собственно говоря, влияет на жизнь компании и в итоге влияет на финансистов. Стоит также, хочу обратить внимание, то, что когда мы с вами говорим про маркетинг как таковое, вы должны понимать то, что в современном мире это основной драйвер какой-то выручки. Если вы не занимаетесь какой-то абсолютно эксклюзивными вещами, про которые, условно говоря, работает условное сарафанное радио, то, соответственно, маркетинг, конечно же, будет одним из главных направлений, которые будут приносить деньги в компании. И уже, соответственно, только после этого мы сможем думать, что же с этими деньгами делать, как их инвестировать и к чему это пойдет. У Надежды очень интересный опыт. Она работала в России довольно-таки долгое время над различным проектом, сейчас она расскажет. И, соответственно, сейчас она переехала в США, откуда, собственно говоря, с нами и будет разговаривать. Надежда, передаю вам слово. Ну что же, как я упомянула, меня зовут Надежда Жуковская. Мой последний рабочий профессиональный опыт как маркетолога и бизнес-менеджера состоялся от компании Mars. И, в принципе, с этой, наверное, позиции я посмотрела по-другому для себя на финансы. После того, как я изучила интернет и нашла чудесную школу, да, вот Self-Education, я посмотрела на финансы еще раз по-другому и решила поделиться своей точкой зрения на эту достаточно широкую специальность вот через линзу маркетолога. Ну, собственно, сегодня на вебинаре мы поговорим о том, как стать успешными партнерами, как дружить правильно с маркетологом, как с ним обмениваться правильно своими сильными сторонами. Мы пройдемся по таким вопросам, как маркетолог корпорации, кто он, основные задачи маркетолога в бизнесе, ожидания маркетолога от финансиста, углублюсь в причины сбоя в коммуникации и, собственно, перейдем к тому, как же стать успешными партнерами, как достигнуть своих целей, правильно общаясь, именно правильно общаясь через дружбу, через обмен с сильными сторонами с вашим маркетологом. Ну и, собственно, давайте... Класс, я переключу на следующий слайд и расскажу про свой опыт. Так, сейчас вы должны видеть слайд, на котором я вывела, наверное, ключевую информацию. Ну, какая ключевая информация обо мне? То есть я такой настоящий маркетолог, практически с школьной доски. То есть я закончила высшее образование в городе Санкт-Петербург, я сама из Питера, кафедра маркетинга и стратегического управления, вот и мое высшее образование, диплом я получила в 2006 году, вот высшая школа менеджмента. Я, наверное, из тех людей, которые в этой новой специальности оказался случайно, но в процессе обучения мне очень понравилось. То есть я поняла, что я хочу заниматься разработкой новых продуктов, продвижением существующих продуктов. Мне вообще все это очень привлекло, и я продолжила, уже пройдя некоторые стажировки, продолжила свою карьеру именно как маркетолог. Я не ушла из этой специальности. Хотя, почему я об этом говорю, у меня всегда стоял выбор в жизни, идти по финансовой карьере, либо по маркетинговой. И как-то всегда меня привлекало. Сейчас, собственно, с вами мы здесь разговариваем, вы в большинстве своими являетесь финансистами. Ну, собственно, пока я училась, я закончила несколько стажировок. Стажировки были в банке, банк Александровский, там вас узнает небольшой. Работала я в отделе рекламы и пиара. Поработав там, сделала некоторые выводы, продолжила обучение. Пошла в B2B сферу. Компания по производству пружин, как будто, скажем так, не уникально не звучала. Есть такие компании, очень прикольно. Маленький бизнес, российский. Полгода поработав там, я сделала, мне кажется, больше выводов, чем во время предыдущей стажировки. И решила для себя, что, Надежда, ты должна пойти в большую и крупную компанию и развиваться там. Да, собственно, дальше я и нацелилась на то, как попасть в компанию Балтика. Потому что в Балтике, в Санкт-Петербурге, это был такой маркетинговый хаб. Это было пивное время, золотое пивное время, много денег, бюджетов. У меня там работали знакомые, они мне рассказывали, как они делают мероприятия для пива, как они продвигают бренды, что пиво это на самом деле совершенно не скучно. Это не то, что там какой-то слабоалкогольный напиток, это драйв, это кайф для маркетолога, это сплошное поле для инноваций, креатива. Ну, в общем, вы понимаете, что будучи практически студентом, заканчивающим университет, я была очень сильно вдохновлена. И, по-моему, три месяца я пыталась сюда попасть. В общем, в итоге я попала. Ну, и так началась моя уже официальная карьера. Попала я на позицию старшего, младшего, простите, бренд-менеджера, бренда Балтика. А Балтика – это номер один пивной бренд в то время на рынке был. И я не думаю, что сейчас кто-то перебил эти позиции. Бренд огромный, очень много людей на нем работало, так что мне удалось потрогать, скажем так, развивать все позиции, которые в рамках этого зонтичного бренда уже существовали, и также поучаствовали в запуске новых. Некая такая Балтика-лайн была, если кто-то помнит, это тот продукт, в котором мы работали. Далее я перешла уже непосредственно в Харсберг, на группу учил промоушен, стала бренд-менеджером. Меня оценили как человека с такими уникальными аналитическими способностями, способностями синтезировать информацию. Я пошла на позицию, специально для меня созданного, бренд-менеджера новых запусков. Я стартовала многие проекты с нуля, вообще полностью с нуля, то есть когда руководство дает компанию принести столько денег в такой-то срок, идите работайте. Наверное, вот такой бренд. На этой позиции уже как лидер команды, я разработала некий Волдбоби, который дальше не запустился, я вообще там очень круто отработала свою задачу, и газировка, конкурент Coca-Cola, Crazy Cola, проект, не могу сказать, что мой любимый, и оно очень полезно с точки зрения профессии. Много тоже я сделала выводов, и все было очень здорово. И в какой-то момент я поняла, что мне пора переезжать в Москву, потому что Москва – это еще больше хаб маркетинга, больше международных компаний, у меня там будет больше возможностей еще развить себя. Соответственно, я ушла к человеку, который работал в компании «Балтика», то есть я такой выбрала безопасный путь, то есть я ушла по рекомендации, и перешла в российскую компанию «Май». Я там проработала в среднем полтора года, занималась брендом «Майский чай», опять зонтичный бренд, я уже была полностью за него ответственная. Бренд для компании основной, основной с источник денег, объемов, вообще всего. Поэтому работать было сложно одновременно, интересно, в общем, я его перезапустила, была новая рекламная компания в поддержку, было очень классно. такие вещи, там, как оптимизация портфеля, общение со всеми, в том числе входило в мой скоп обязанностей, но я подумала, что, наверное, какие-то вещи мне хотелось бы усовершенствовать и вернуться в российскую компанию уже на позиции, допустим, маркетинг-директора, или вице-президента. И я ушла в компанию «Марс». В «Марсе», по сути, я задержалась надолго, ровно до выхода замуж за гражданина Польши и выезда из России. Путь мой в «Марсе» был шестилетним. Я очень люблю эту компанию. И на самом деле, с точки зрения маркетинга, это действительно, скажем так, библиотека знаний и для тех людей, которые любят себя усовершенствовать, любят правильную, мягкую, человекоориентированную культуру, вам туда. И, собственно, в компании «Марс» что я делала? Я занималась частью бренда «Коркунов», я занималась частью бренда «Дав», это шоколадные плиты. «Коркунов» — это шоколадные конфеты, очень сильный топовый бренд на рынке. Далее моя карьера опять стала двигаться в сторону инновации. Меня поставили… То есть я росла не горизонтально, а я распространяла свое влияние на разные категории. В итоге вот этих категорий становилось больше и больше. Я поучаствовала и завершила релонч бренда «Коркунов» в свое время. И один из релончей. И, в общем, у меня все хорошо складывалось. И я прошла собеседование, как мы это называем, с «Эсмон» на позицию, как раз, с которой я из «Марса» вышла. Это «Синьор Сезональный Бизнес Менеджер». Это старший сезональный бизнес менеджер. То есть это человек, который, как бы находясь в деле маркетинга, является кросс-функциональным лидером сезональной конфекшенери категории. То есть уже там вместо одного, полуодного, полудвух брендов, то есть так как я отвечала до этого за части брендов, у меня уже были части, самые растущие, самые сложные всех брендов в компании. Это около шести брендов, плюс там новые, несколько категорий. В общем, я могу сказать, что, конечно, шаг был очень широкий. Стретч для меня. И я очень благодарна людям, которые дали мне это возможность. В общем, полтора года были, мягко говоря, очень интенсивными. То есть работа там по 12 часов, взаимодействие 50 человек. Я узнала, как работает вся эта машина полностью вдоль и поперек, там от производства, как они работают, как они отслабляют заказы, как работает отдел продаж, как работает отдел маркетинга. Моя задача была сезональные продукты, сезональные продукты, такие продукты, которые сезонализируются. То есть там, не знаю, у нас ММДЭПС, например, а под Новый год у нас перебивается в новую новогоднюю упаковку, он делает свою новую рекламу. В общем-то, как перед Новым годом мы должны заранее стоять на полках. Или еще правильно стоять на полках, вовремя стоять на полках по нужной цене. И вот все это спланировать вовремя, эффективно, чтобы это продалось, вывести остатки и так далее, и так далее, вот как лидер всего этого процесса, вот я и проработала последнее время в компании Mars. После переезда, как я упомянула, я оказалась в Соединенных Штатах, и, честно, первые полгода пребывания здесь я отдыхала, наслаждалась, смотрела штат Минджерси, другие штаты вокруг, и потихоньку стала размышлять, что же мне интересно, и как-то ко мне коллеги из Mars обратились, и мы с ними затеяли такое мероприятие, как стартап. Ну, мне кажется, стартап в данном случае по маркетингу, он называется маркетинг-класс, это, конечно, у нас был маркетинг. Стартап в карьере каждого такого менеджера, который мечтает когда-то стать великим-великим руководителем корпорации, мне кажется, должен быть. Опыт, конечно, нестандартный, интересный, но, в общем, я пока очень excited. Посмотрим, чем дело закончится. Немножко о себе хобби. И я, знаете, люблю цифры в какой-то степени, ну, как бы объяснить, я, наверное, не очень там в математике, вот как в математике, мне нравится трейдинг, он как-то меня привлекает, и я все это время, пока здесь нахожусь, и до этого я учусь. Учусь стать графиком, занимаюсь техническим монетом. И просто развлекаюсь, у меня есть блог, я там пишу девушкам из России, привет, люди на Штатах Америки, и рассказываю, как же здесь жить в одноэтажной Америке. Ну, собственно, наверное, это все. Во мне у вас, может быть, есть вопрос, либо у ребят, либо у вас. Ну, на самом деле у меня вот есть такой вопрос. Когда говорится seasonal, да, что под этим подразумевается? То есть вот у нас есть какой-то сезон. Что под этим подразумевается? То есть это какие-то вещи продаются лучше летом, лучше зимой, или как? В чем смысл seasonal? Да, давайте раскрою. Спасибо за вопрос. Собственно, в этом... Что такое сезон? Это те продукты, которые сезонализируются в сезон. Вы очень правильно упомянули. В общем, есть разные сезоны. Есть такие сезоны, которые всем известны, как Новый год, то есть новогодний сезон. Есть 8 марта, весенний сезон. Что происходит в шоколадной категории? Вот так у нас сложились традиции. Люди покупают подарки. И высокая доля в этих подарках шоколадных изделий. Дрожжей, батончиков, плиток, а главное шоколадных конфет. И, собственно, моя задача продать эти продукты в этот сезон с большей прибылью, в большем объеме. С точки зрения того, что, скажем так, пенетрация, то есть количество людей, которые забегают в магазин начинает бежать к шоколадной полке и что-то покупать. То есть хороший контекст, чтобы заработать денег. С точки зрения компании, этот бизнес в погоду очень растущий, особенно, скажем так, в России. Это около 20% доля бизнеса в нашей компании. Я думаю, что в среднем в других компаниях примерно так же. То есть там на кривой роста погоду, в горбике бедны. Это называется, что люди побежали в магазин и купили продукты. Борьба происходит между производителем за то, что купили свои продукты, а не соседи. Они все равно купят. Вопрос, чьи продукты. И вся стратегия разработки, реализация этой стратегии, она как раз была в моих руках. Я надеюсь, что я ответила на вопрос, что такое сезональные продукты. То есть это знаменитая реклама с праздник к нам приходит, это делает ваша коллега в Кока-Коле, да? Да. Понятно, понятно. Хорошо, у меня еще есть пара вопросов, но давайте мы про них поговорим чуть попозже. Хорошо. Ну что же, тогда переходим к нашей презентации. Я перелистываю на следующий слайд. Ну что, друзья, я, наверное, знаете, как начну свой рассказ. Я вот упомянула, что я вообще финансы очень люблю. Меня вдохновило все, что делает компания, школа, СФ. Я решила поделиться там своими великими мыслями на тему, ну, вот с угла маркетолога, с точки зрения маркетолога. Мне бы хотелось бы, чтобы ребята, которые сейчас слушают нас, да, не просто слушали, как некий поток мыслей специалистов-маркетолога, а в принципе задали себе вопрос на тему, раз уж пришли сюда, на тему, что же для вас важно в маркетологе, вспомнить эти ситуации, которые у вас были, да, вот опыты, вы там встречали маркетолога, вы с ним работали, либо вы с ним разговаривали, ну, скорее всего, интереснее здесь, когда вы с ним работали, вот что происходило, то есть были ли какие-то, ну, скажем так, ну, сбои, наверное, это прям громко звучит, ну, вот шероховатости в общении, то есть где-то недопонимание, если там прямо говорить, то есть какой у вас остался осадок после этого общения. Ну, подумайте, вспомните, пожалуйста, напишите об этом, и мы разберем эти вещи. Так, ну, собственно, с чего я хотела начать, когда я готова эту презентацию, думаю, ну, наверное, рассказывать, что такое маркетинг, там, понятно, не входит в мою задачу, он очень широкий, маркетолог, экспертность огромная, она, мне кажется, такая же огромная, как финансист, такой финансист, такой маркетолог, это очень обобщенная история. То есть маркетинг, в зависимости от индустрии, где работает человек, в зависимости от уровня компании, это топовая компания, это международная компания, это какая-то маленькая компания, да, также влияет российская компания, исконная, либо это действительно международная компания, глобальная, то есть здесь вот все накладывает свой определенный эффект на то, чем занимается этот человек. Плюс внутри компании очень много отделов, и когда люди, допустим, из производства, из финансов, из продаж тех же, смотрят на маркетолога, и он там называется Customer Marketing Specialist, и для него это просто звучит как маркетолог, или там какой-нибудь Digital Manager, то есть тоже маркетолог, бренд-менеджер, туда же, в ту же корзину. На самом деле, это абсолютно разные направления, внутри огромной вот этой специальности, и по большому счету, очень эти направления накладывают, они влияют на то, чем человек занимается, и как он будет воспринят с вами, когда вы с ним будете общаться. Сегодняшнюю презентацию я хотела посвятить бренд-менеджерам, потому что я эту специальность люблю, знаю, я в ней больше, ну, большинство своего рабочего опыта, профессионального проработала, знаю доли поперек, поэтому поговорим об этих людях. Чем эти люди, ну, скажем так, там, пусть все другие маркетологи не обещаются, но бренд-маркетинг – это элита. Это элита, по какой причине? Потому что бренд-менеджер, да, вот это дело, там, бренд-директор, они отвечают за развитие брендов. Это те, бренды – это те рабочие лошадки, которые в марафоне за деньгами бегут и зарабатывают эти деньги. И те люди, которые управляют этими брендами, которые как раз направляют эти бренды в то или иное направление через разработку стратегии, собственно, они, как вы понимаете, определяют роль. Если бренд плохой, что-то плохой бренд, это бренд, который не зарабатывает, умирающий бренд, вот ему нужен хороший, сильный, профессиональный бренд-маркетолог, который его реанимирует. Также нужна там крутая команда специалистов, потому что один человек поле него и ничего не сделает. Вот, поэтому я всегда считала, что бренд-маркетинг, он, конечно, очень крут в плане опыта, в плане работы. И очень, что еще, что здесь еще очень важно понимать, то есть как вообще маркетинг в России появился? Он появился совсем не так давно. То есть, например, школа, бизнес-школа, которую я заканчивала в России, она появилась в 93-м году. То есть, вы понимаете, в китайском маркетинге территории в России вообще в принципе отсутствовало, и, по-моему, еще там 10 лет это понимание и знание остановилось. И, по большому счету, люди, которые вот с опытом, которые работают, не те, которые только пришли, студенты, у которых опыт работы больше 10 лет в индустрии. То есть, они в основном, именно из-за специфики того, в каких университетах вообще преподавалась эта специальность, они пришли на работу в компании, в большие компании, там, средние компании, малый бизнес, они пришли в большинстве своем из других направлений. Я хочу сакцентировать на этом внимание, сейчас объясню почему. То есть, доля первичного, скажем так, образования, она может, она не маркетинговая, и, соответственно, это какие люди, лингвисты, переводчики, там, не знаю, я встречала физиков, реально физиков, математика, социологи, экономисты, это уже хорошо, что-то, пока не человек, понимает какие-то базисы, финансисты очень редко тоже были, то есть, тоже работают в бренд-маркетинге. И вот маркетологи, которые там, в свое время, как я, попали в струю, там, что-то закончили, и, соответственно, пришли в бизнес. В общем, основное обучение происходит в процессе работы, и сейчас уже происходит через завершение обучения второго высшего образования, люди получают и заканчивают очень многие курсы, там, постоянно развиваются и так далее. Я там все время закончила американский Стэнфорд, годовую программу Corporate Innovation, ну, чему была тоже очень счастлива, мне, в принципе, во многом помогло. То есть, процесс обучения, он не прекращается. А почему это важно? Это важно, потому что люди могут иметь совершенно разный опыт. И, как видите, из моего предложения, как на это все смотреть, вот финансисты, которые там, или экономисты, они в меньшинстве. То есть, люди, которые изначально там как-то прям учили расширенно внутренности компании через призму финансов, их меньшинство. И маркетолог, это, по сути, гуманитарное образование. И когда уже человек приходит на работу, вот расскажу там свой личный инсайт, я когда пришла на Балтик, я была просто поджина, что здесь еще существует очень много цифр, там есть Excel, это оказывается не про съемку рекламных роликов, как я себе представляла, а вообще-то про аналитику, про синтез информации, про подачу этой информации на флайды и так далее, и так далее. Ну и плюс проектный менеджмент. Здесь в школе есть отдельный вебинар, который, скажем так, про зону ответственности бренд-маркетинга. Для чего это нужно понимать? Это нужно понимать, что ваша специальность вот в партнерстве с маркетологом, она у него проходила, у маркетолога, у бренд-маркетолога, она проходила как одна из. То есть в большинстве своем люди, люди, которые работают в этой специальности, не будут владеть, не нужно от них ожидать, не будут владеть всеми этими знаниями, которые есть у вас в голове, которые пришли к вам через образование, через опыт. Ребята, которые работают маркетингом, они, знаете, переходят из российского бизнеса, международные, из лестерских агентств, там международные компании чуть-чуть часто приходят, из креативно-стратегических агентств. Постоянно происходит такой вот микс. То есть кто такой вот в данном случае ваш бренд-менеджер, с кем вы работаете, нужно с ним поговорить, и вы поймете. Скорее всего, будет какая-то вот такая часть, скажем так, та часть, та ситуация, когда вы поймете, что человек прошел не короткий путь и на самом деле достиг той позиции не просто так. И на самом деле здесь важно сказать, что несмотря на то, что маркетинг относительно новая специальность, ребята, которые остаются в бренд-маркетинге, у нас вообще очень жестко, особенно в международных компаниях, скажем так, дураков стараются не держать. Почему? Даже если это очень хороший человек, очень приятный в общении. Почему? Потому что эти люди ответственны как раз за бренды. А бренды, как мы говорили, работают и приносят компании деньги. Если они плохо работают, что бы ни делал отдел продаж, как бы ни считались там финансовые, не финансовые модели, не сводились показатели, не знаю, там любых финансовых документов, ничего хорошего в конце как бы не получится. Это не обнуляет вклад всех других, скажем так, отделов, нужно здесь правильно понимать. но вот драйвер, драйвер на рост идет как бы от отдела бренд-маркетинга. Поэтому ребята соревнуются друг с другом и даже внутри такая хорошая конкуренция всегда есть и это нормально. С точки зрения компании, вот все, что я сказала там по поводу образовательного опыта, первого образования, вообще сейчас никому не интересно. Интересно, какие скиллы у человека, какой у него опыт, как он последние свои годы проработал, какие у него все реальные достижения. И по большому счету дальше там происходят некие собеседования, человек уберет на ту или иную позицию. И это точка зрения компании, это точка зрения, допустим, бренд-директоров, которые набирают себе персонал. То есть, им важно, чтобы человек понимал, что он вообще будет делать, понимал, как он это будет делать, и был готов работать в той атмосфере, которую ему там диктует та или иная компания. Вот приходит такой свеженабранный маркетолог, бренд-маркетолог в компанию, там возьмем международный бизнес, ему дают прекрасный, известный бренд в управлении, и у него появляется проектная команда. Мы помним, что маркетолог, он не снимает ролики, он работает с людьми, то есть, он работает внутри организации с командами. И вот обычно это, ну, у меня на последней моей позиции, ну, как сказать, первая, да, вот первая фаза людей, с которыми работала, по-моему, это было 30 человек, то есть, кому я могла позвонить, там, или, соответственно, что-то попросить сделать, либо объяснить мне, либо у нас там какие-то митинги и так далее. И ты должен со всеми становить контакт, ты должен с ними научиться разговаривать на их языке, ты должен понять, что они делают, и главное, все это должен перемножить на то, что ты не в этой специальности, там, логистика, финансы, продажи, доверить, доверить этому человеку выполнение части работы, утвердить его, как своего члена своей кросс-функциональной проектной группы, и, соответственно, там, вместе дойти к какому-то результату. А все это обычно происходит не очень радужно, потому что люди разные, интенсив работы, в зависимости еще от цикла компании, там, что происходит, там, в экономике, всегда разные, в основном, как бы, расслабленных времен, последние пять лет я вообще не помню. Поэтому, скажем так, пить чай и долго по душам разговаривать, просто нет времени, то есть все пытаются оптимизировать. И здесь очень важно, что когда такой человек приходит, он знакомит с финансистом, у него по своему опыту говорю, в голове вопрос, а какой же будет у меня финансист? Потому что я, бренд-менеджер, я понимаю, что у меня столько людей вокруг, я должна со всеми договориться, а от этого человека, финансиста, по сути, зависит мой успех в том плане, как я покажу цифры. Потому что бренд-маркетинг очень поверхностно разбирается в финансовых аспектах до определенной степени. То есть если сравнивать с специалистом профессионалом финансовым и маркетологом, то, конечно, у них веса разные. Ребята есть разнообразованные в этом направлении. И, конечно, когда ты приходишь, тебе хочется иметь матерого финансиста, который здесь скажет не боись, я все понимаем, сейчас все с тобой сделаем, и стейкхолдерам покажем крутые сценарии развития портеля, например, брендов, как у меня было, в общем, все будет классно. И как раз про эти ожидания поподробнее я хочу рассказать. И надеюсь, что и расскажу дальше. И надеюсь, что у вас возникли вопросы. Да, у меня вот такой вопрос. То есть я всегда, когда работал, давайте я немножко так возьму роль Devil's Advocate, я всегда, так сказать, со стороны бизнеса. То есть и всегда одни из проблем, которые у меня возникают, когда я работал с маркетингом, заключал в целом. В целом в этом. То есть, условно говоря, мы запускаем какую-то компанию. То есть даже не бренд менеджмент. Бренд менеджмент, я к этому перейду, и может быть, вы про это расскажете. Но вот, когда мы запускали какую-то компанию, то есть, условно говоря, я говорю, окей, вот, нам нужно что-то сделать, нам нужно что-то продать, вот я вам там даю условный бюджет. Потом маркетинг работает, приводит так называемый лидов, да, немножко другая ситуация, и, соответственно, все. Ой, эти лиды были плохие, маркетинг просто кого-то нагнал, непонятно кого. И, соответственно, мы оказываемся в такой ситуации, то что одни говорят, мы свою работу сделали, другие говорят, то что эта работа была сделана плохо. И то, что вы сказали, нет какого-то объективного критерия оценки работы. И то же самое касается, то есть, бренд менеджмента. На мой взгляд, то есть, ну, вот условно говоря, я вас знал, да, например, там, бренд менеджмент. И теперь у меня вопрос, как я могу оценить именно вашу работу как бренд менеджер. То есть, понятно, то что в итоге, как вы сказали, в итоге я должен видеть больше денег. Но когда я эти больше денег увижу, например, вы мне скажете, о, это потому что я такая замечательная бренд менеджер. А мне, например, мой sales and trading скажет, нет, и все деньги должен получить я, потому что мои там ребята из кожи вон лезут и пытаются продать максимально больше. То есть, вопрос заключается в том, какие существуют объективные модели оценки для того, чтобы сказать то, что да, вот маркетинг сработал хорошо или маркетинг сработал плохо. Потому что вот в моей, в моем опыте маркетинг является одним из тем их направлений, которые наиболее сложно именно объективно оценить и количество оценить в виде денег. Слышу финансиста. И очень правильно, на самом деле, вопрос. Я на него отвечу так. Если бы был такой волшебный инструмент для корпорации, начнем с этого, для корпорации, оценить маркетолога, вот именно бренд-маркетолога, то есть вот отсортировать все, что делают другие отделы, искать другой друг, вот это единственный критерий, скажем, сет критериев, по которым мы тебя оценим, больше, больше никто на это не влиял. Ну, наверное, это был бы вообще праздник, счастье, радость. И ответственно, вопрос, нет такого волшебного сета критериев. А почему? Потому что бренд-маркетолог работает в команде, то есть в большой международной команде, компании, и, соответственно, он, задавая там некое направление, результат работы получает через других. То есть, например, если плавно переходя к первому примеру, то есть то, что я так понимаю, у Никки был диджитал-маркетолог у вас, у него был там свой бюджет X, он что-то сделал, принес лиды, и потом другой департамент поставил под вопрос качество этих лидов. А здесь, на самом деле, там, две вещи, которые я слышу. В этом бизнесе, видимо, маркетолог, приходящий и уходящий на аутсорсе, если у него была задача описана, привести лиды, то этой задачей должны были быть критерии, какие лиды нужны. И когда вы принимали работу, надо было, соответственно, этот бриф, который продается в начале, вместе с ним делать работу и сравнить. Вот from to, значит, что хотели в брифе, что получили в итоге. Эти кипят реально прописать, что там человек делал, или группа людей. Это первое. То есть была или не проведена, была или не была, проведена, допустим, вот такая предварительная работа. Любая работа в бизнесе, тем более, как бы, со сферой маркетинга должна происходить через процедуру брифования четкого прописания задач. Смарт, не смарт, ну, в общем, как бы все очень четко. Поэтому, это, наверное, первое, на что я там отреагирую. Второй момент, сделать продаж и маркетинг, это нормально, что они, знаете, как являются с одной стороны два сапога пара, а с другой стороны один на левой ноге, а другой на правой. Вот каждый считает, что он главнее. Это нормально, всегда происходит некая война между делами. И кто здесь прав? Ну, смотрите, например, если у вас ситуация, ваш директор по продаже будет, другой руководитель, значит, это мой результат, он должен объяснить, почему. То есть не то, что они там, где вы, ребята, работали, а что конкретно они работали, просто звонили или они заключили новые контракты и вот эти контракты по отгрузкам, не знаю, ну, что вы продаете, по количеству заключенных сделок дали, вот этот прирост. Потому что в любом случае вы смотрите, что, вы закрываете какое-то период времени, год, и смотрите, вы там выросли, такой-то процент. Вот этот, на какой процент вы выросли, можно разложить, на самом деле. Надо подумать, это зависит от бизнеса, это не очень быстро делается, но это реально сделать. Если, например, там есть такая штука, как пример из международного бизнеса FMCG, мы заключили контракт с магнитом, который является номер один, то, собственно, все остальные могли расслабленно работать, потому что выстроена дистрибуция, и продукт встал на полку, произошли отгрузки. Дальше задача в том, чтобы продажи пошли, то есть автейк ушел, чтобы человек пришел и купил этот продукт. И вот эта грань, то есть она, скажем так, должна отслеживаться. Поэтому то, что я вначале говорила, то есть если это диджитал-маркетолог, все равно нужно адресовать, нужно разбираться в этих KPI, просить его, скажем так, конкретизировать, специфировать задачи, которые ему уже поставлены, и попросить написать его же. Не обязательно знать руководителю все подряд. Нужно попросить его самому поставить мне эту задачу и описать ее, как эта задача будет у него приниматься. В процессе размышления на эту тему у человека, принимающего результат, тоже появятся идеи. В неком таком диалоге произойдет рождение сбалансированной истины, то есть неких критериев списка, по которым можно вопросы решить и результат проверить. Это там про диджитальную часть. По поводу бренд-маркетинга в большой компании тоже зависит. То есть, например, есть, там представлю, там есть какой-нибудь банк, ну или там совсем не знаю, банк. У него есть те продукты, которые направлены на обычных людей, которые ходят по улицам. И здесь как разделить, где реклама сыграла, а где там, не знаю, специалист по работе с клиентами, там как-то этого человека приблек, да, когда он уже дошел. Здесь тоже можно разложить на там уровне. То есть, первое, мы понимаем, что есть рекламная компания, например, да, ну что там, снял какой-то ролик. Есть у маркетологов внутри этого направления свои критерии, как он с агентством креативным оценивает эффективность ролика. И во всех больших глобальных компаниях эти исследования, да, они закупаются, и люди на это смотрят, и кого-то глазит по голове, кого-то не глазит по голове, все об этом знают. То есть, конечно, эти вопросы там широко не выкидываются в отдел продаж, там, другим отделом, это наша кухня, но все прекрасно знают, какие KPI должны быть исполнены. Они там тоже, скажем так, устанавливаются в зависимости от компании, агентства. В основном часто это свои какие-то методологии. Например, да, то есть человек там сидит на своей позиции, понимает, что там 5 KPI по направлению ролика рекламного у него выполнены, допустим, из 5.4. Дальше он смотрит, что у него отгрузки произошли поздно, да, то есть задержка пришла, разбирается, причинах почему. Ну, понимая, упаковка не пришла, либо линия стояла. Вот кто виноват, маркетолог или производство? Надо разбираться, когда была задача, какой был проведен пленинг. Как у нас это происходит? Обычно ругают, конечно, лидера проекта, и бренд-маркетинг лидирует эти проекты. То есть здесь сказать, что, извините, вы там вот линия стояла, то этот продукт на полках не ожидайте в Новый год. Ну, такого никто не примет, когда человек лишится работы с позором. Вот, поэтому, на самом деле, разбирается поступать на шаг за шагом работа. То есть в работе проектного управления и планирование постановки задач, выработки, что является результатом этой задачи, согласование этого, и, соответственно, там дальше принятие результата и возвращение в точку оценки. То есть отвечая на вопрос, что как продажи или там логистика можно разобрать, то есть нужно просто проделать вот такую работу. Ну, это я так общее рассказала. То есть ощущение, что там этот маркетолог работает сам в себе, не должно быть в международных компаниях. Это могу отвечать за Балтику и за Марс. То есть, конечно же, это происходит. И то, что я упоминала, что специальность а, хорошо оплачиваемая, а, б, высококонкурентная. Ну и, наверное, исходя из этого, как сказать, люди стараются делать свою работу качественно, а те, кто не может ее сделать, с ними прощаются. Такова реальность. Класс. Да, 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 да. Спасибо. У меня, конечно, есть кейсы, когда, собственно говоря, все делалось то, как вы говорите, но получалось немножко по-другому. Давайте не будем задерживаться, будем фокусируемся на времени и, соответственно, давайте пойдем дальше. Так, смотрим на следующее. То, что я упоминала, да, какие задачи маркетолога в бизнесе, то есть это рост бренда. На самом деле у всех одна задача. То есть не может быть задача у маркетолога я работаю, не знаю, над узнаваемостью бренда, либо я там работаю над повышением лояльности к бренду, либо я, не знаю, еды приношу. То есть это все очень такая микрозадача, которая не может быть главенствующей. То есть основная задача любого бренда-маркетолога это принести деньги. Это могут быть объемы продаж в тоннах, в деньгах, то есть в валюте какой-то и определенная прибыль. И по-хорошему ни один из этих пунктов не должен быть равен нулю с точки зрения изменений в каком-то другом периоде, либо стремиться в минусовую бесконечность. Это, конечно, дело плохое. И разбирается обычно причина, почему это происходит, и вырабатывается некий план в зависимости от того, что у бренда болит, какая задача у корпорации на эту тему, и что нужно делать. Конечно же, там не углубляясь дальше в специфику, что я хотела отметить, что здесь полезно, возвращаясь к финансисту все-таки. Финансист, как я упоминала, это один, ну, финансовое дело, это один из партнеров компании, даже если это маленький бизнес, даже если это один финансист, неважно, то есть это партнер. Акриори это человек заинтересован в том же результате, что и бренд-маркетолог, это принести деньги в компанию. Нет денег, все сыграли плохо. Поэтому слаженная работа команды, она входит в задачу маркетолога, это же входит в задачу, ну, посленно, я думаю, не знаю, как вам ставить задачу, входит в задачу финансиста. Эффективность коммуникации, в коммуникациях, в кросс-командах, это, наверное, и задача, и инструмент, как достичь того самого результата важных показателей роста у бренда. Нет эффективности, когда люди не могут договориться, они друг друга не слышат, начинается перетягивание одеяла друг на друга, это все очень плохо работает, лечится, это единственным способом, нужно садиться разговаривать, в этом должен участвовать руководитель двух департаментов, между которыми происходит конфликт. Например, в моей практике тоже были кейсы, не обязательно все так мило, у нас много было, скажем так, разговоров за круглым столом, в том числе и с продажами, и с финансовым отделом. Основная задача, которая ставилась, как бы компания, как говорится, чтобы результат принес деньги, и все остальное, в принципе, по большому счету никого не волнует. Мы это делали. С точки зрения оптимизации рабочего времени, вот это вопрос про переработку, про бесконечные вот эти митинги, на которых мы что-то обсуждаем, кто-то высказывает свое мнение, но уверен, что у меня было опыт такой, у меня было опыт такой, что ты здесь делаешь, ты здесь делаешь. То есть это все на самом деле не очень хорошая история, она съедает время у любых специалистов, у брендолога, у финансиста, и главное, что это абсолютно деструктивное направление. Поэтому, конечно, вот выдача каждого бренд-менеджера, который работает, это иметь слаженно работающую в процессе функциональную команду, тратить на это максимально эффективно там отведенное время. И к чему все это я вам рассказываю? Я хочу перейти к ожиданиям маркетолога от финансиста через ту призму, которую я сейчас подсветила. То есть, грубо говоря, возвращаемся к той ситуации, когда человек подошел, познакомился, будем считать, что новое, со своим финансистом, вот он на него смотрит, и что он от него хочет увидеть, от него услышать, увидеть в его глазах. То есть он хочет понимать и быть уверенным, что финансист умеет работать в Excel, или как бы банально это не звучало, просто, знаете, вот болезненно из моего опыта, вот прям очень наболевшее. От бренд-маркетинга не ожидайте, что этот человек будет сам руками сидеть, строить там какие-то модели или прогнозы. Обычно это все делается, конечно же, делается, но уровень этой работы, если сравнить, как бы это мог сделать финансист, но это небо и земля. И, конечно, в этом плане маркетолог ожидает сильного финансиста, именно скилами в этом направлении, чтобы работать быстро, чтобы не делать ошибки в своих калькуляциях, ну и, соответственно, туда сводится некая там логика, чтобы это происходило все осмысленно, потому что очень часто это происходит неосмысленно, к сожалению. И одно из ожиданий, на самом деле, кроме того, что человек должен быть адекватным, уметь слушать, задавать вопросы, не стесняться, не оставаться на какой-то своей точке зрения, да, там, и оценивать все происходящее, исходя там из того состояния, то здесь нужно быть просто человеком, уметь слышать, уметь задавать вопросы и переводить все там услышанные слова в цифры, то есть опять возвращаемся к умению работать с цифрами. С точки зрения понимания маркетингового языка, основ управления брендами, вот даже, вы знаете, могу сказать, один из там примеров, да, когда ты приходишь на встречу, тебе нужно сделать модель, ну, там, в моем случае, там, было у меня несколько брендов, они в разных категориях, они совершенно разные, кто-то растет, кто-то падает, у кого-то такие стратегические задачи, у кого-то там инновации, вагон, то есть которые, ну, понимаем, не принесут там супер денег в ближайшие два квартала или год, и это все нужно переженить, и, соответственно, прийти к той цели, которую перед тобой поставили, там, рост, такой-то процент. Ты садишься с человека, начинаешь с ним разговаривать, и понимаешь, что ты не можешь ему объяснить, то есть не можешь объяснить, потому что он не понимает, что ты говоришь, то есть когда ты называешь слово бренд, у него ассоциация есть, когда ты называешь слово инновация, у него за этим есть тоже какое-то полуассоциации, но он не обязательно бьется с твоими, если, не дай Боже, ты разговариваешь, используешь какую-то терминологию, к сожалению, здесь могу сказать, что так как материнские у маркетинга язык не русский, а английский, мы в основном все-таки, звучит очень красиво, но мы в своей речи используем очень много английских слов, и то есть здесь может быть два момента, человек не разговаривает на английском, а второй момент, он вообще, скажем так, не знаком с этой наукой, и очень тяжело общаться, особенно когда это нужно быстро, как я упоминала, сделать там эффективно, то есть ты начинаешь, у меня были такие кисти, я создалась и объясняла вообще, что входит в управление брендом, на что нужно обращать внимание, к чему мы идем, зачем вообще мы все это делаем, зачем мы снимаем этот ролик, зачем мы запускаем этот хост инноваций, зачем мы там сейчас эту упаковку меняем на какую-то более дорогую, которая сейчас по цифрам нам показывает внутри, там, влечение затрат, да, там, кокшов и всего остального, и на самом деле у финансиста, как-то человека, там, отвечающего за цифру, часто вопрос в глазах, и задается вопрос, зачем вы все это делаете, а только растите затратную часть, и где-то гарантия, что все ваши действия, они просторсят на рост, и у нас тут будет рост, а у меня вот, что ты должен там дальше рассказывать, своим стейк-позрам, своим руководством при таких модели. На самом деле вопросы рациональные, вот, но находясь там в ситуации, когда бренд-маркетингу нужно сделать, объяснять там и дискутировать на эту тему, честно, очень много времени нет, то есть, конечно, нужно сговаривать, разговоры происходят, но хотелось, чтобы человек хотя бы был открыт, и хотя бы как-то вообще воспринимал ту же самую там терминологию, понимаешь, что такое, не знаю, там, awareness, и главное, знаете, мог не то, что даже просто задать вопрос, да, а мог для себя, сейчас скажу такую вещь, не все, ну, не будем наивными, то есть, есть люди, которые реально понимают, что они хотят, и есть люди, которые не совсем понимают, что они хотят, ну, в любой специальности, в бренд-маркете, в бренд-маркете, к сожалению, тоже, то есть, бывают люди, с которыми можно общаться, и ты понимаешь, что человек плавает, вообще плавает, он не может ничего объяснить, то есть, ему нужно создать какую-то модель, он не понимает толком, зачем, знаете, как ему нужно что-то сделать, быстрее уже сдать, чтобы от него там его руководство отсталось, это, конечно, прям тяжелый случай, в данном случае, чтобы не попасть с ним, скажем так, не сесть с ним в лужу, вот, такого человека нужно вести, и чтобы его вести, задавать ему вопросы, нужно ознакомиться немного с его, там, частью специальности, в том числе, ну, это такой, как бы, экстрим, вот, но они часто бывают, я думаю, что, как раз негативные варианты, воспоминания, там, опыт, ну, я думаю, что они очень часто связаны с такими людьми, в том числе, и ожидания, там, маркетолога, там, мы знаем, идеально хорошего маркетолога, что он там ждет, что финансовый становится, он партнером его, и он хочет, там, допустим, сказать, слушай, ну, вот, сейчас запускаем, там, новый сабренд, там, плитки шоколадные, вот, у меня, они, какие-то цели, assumption, то есть, то, что мы предполагаем, что-то случится, давай, как бы, завернем, это, как, там, проспонсировать наш бренд, что у нас случится, там, на уровне прибыли, и так далее, и так далее, вот, у меня к тебе, вот, такое предложение, с точки зрения, такого-то набора, вот, этих самых assumptions, то есть, предположение, человек в идеальном мире должен услышать все это, понять, что такое сабренд, понимать, что любая инновация, как она влияет, там, на основной бизнес этого бренда, иметь об этом представление, и, как бы, не задавая вопросов, не держа в себе какие-то неточные знания, там, что, например, там, вера в том, что любая инновация должна, там, выстрелить, и вообще заработать кучу денег, да, а помочь его партнеру, маркетологу с такими вещами проработать и, соответственно, прийти в ту самую сценарную финансовую модель, к которой они оба должны прийти. Здесь, наверное, видение большой картины, да, к чему вообще вся работа сводится, вот, она не должна заниматься детальными, я в своем опыте очень часто, к сожалению, к сожалению, встречалась, когда человек, ну, бывали там, зеленые специалисты, просто, давно попали на позицию, иногда с других направлений приходили, то есть, они просто не знали, да, там выбирали какую-то деталь, не знаю, затратная статья такая, то упала, и поэтому, в общем, делать все, что предлагаешь, вообще не надо, вот, то есть, такие вещи, они тоже кидают время, и оба работают с тем, что мы тут не нравимся, мы сейчас друг другу не нравимся, что мы сейчас друг другу говорим, и здесь, скажем так, мастерство коммуникации с обеих сторон должно привести к тому, что мы договоримся. я хочу как бы добавить такую вещь, которую вот вы сейчас сказали, на самом деле, это один из таких моментов, которые, опять же, многие люди, которые начинают только работать в финансах, они упускают, и это занимает, это именно то, что отличает действительно успешного и опытного финансиста, профессионала, от человека, который только начинает свою карьеру, в том, что он действительно понимает бизнес, то есть мы с Сашей Вальцевым очень много говорили, то, что как бы, то, что вас учат в учебниках, это, конечно, классно, но это все является всего лишь инструментом того, как вообще компания функционирует, то есть, соответственно, финансы, это такая наука, которая очень близко, похожа где-то даже на такой специфический IT и программирование, то есть есть какие-то методы, которые, условно говоря, описывают, как что-то делать, но для того, чтобы понять, как их применять, нужно полностью понимать бизнес. И вот то, что, как вы сказали, абсолютно, абсолютно с вами согласен, это очень большая проблема, которая заключается в том, то, что люди настолько фокусируются на каких-то аспектах, которые являются исключительно техническими, исключительно операционными, не понимая, что действительно, так сказать, заставляет бизнес двигаться, то, что, условно говоря, заставляет шестеренки крутиться, и это, естественно, проблема, с которой мы сталкиваемся все, то есть, независимо, будь мы в банке, будь ли мы в маркетинге, это то, что отличает действительно хорошего, опытного финансового профессионала, это то, что человек хорошо понимает свой бизнес. Однозначно. Я более того могу сказать, я начала с этого презентацию, что там первичное образование, название университета, который ты закончил, вообще не должно волновать, мне кажется, моё маниме личное, на 90%, потому что важны знания и учёба у эксперта, то есть человек, который может рассказать реально, как там в жизни происходит, в той или иной компании, в зависимости от задачи, особенно начинающего, профессионала. Что мне здесь хочется сказать и как бы надстроить? В любом бизнесе, неважно какая это индустрия, это малый бизнес, глобальный какой-то бизнес, всё равно придётся работать вместе, всё равно придётся дружить и, наверное, избежать причин, избежать сбоев коммуникации, если, и это возможно, особенно если, заранее понимать, то есть над чем работать. То есть я, будучи маркетологом, бренд-менеджером, проработав последние годы на такой достаточно ответственной и сложной позиции, как старший бизнес-менеджер по сизнальным продуктам, я могу сказать, что вот такие вещи, как, допустим, там Excel, то есть до того, как ты понимаешь, как работает компания, вот если ты на позиции, ты не умеешь работать с этим инструментом, ты делаешь это шибко, немедленно и так далее, это приводит к тому, что это двойной стресс. Для кого? Для человека, который с тобой работает, то есть для маркетолога. Не всегда, не все бренд-менеджеры могут проверить, и я, например, никогда не занималась, я проверяла там большие какие-то вещи, вот, но, к сожалению, когда ты видишь, что у тебя что-то не сходится, ты не будешь прыгать по линкам и смотреть, к чему привязаны, значит, те или иные ячейки, это вообще, как сказать, не моя работа. И, к сожалению, очень много было таких случаев, я все время задавалась вопрос, ну почему? Ну почему так? Ведь Excel, там сейчас, тем более, там вообще все уходит, да, там в программирование, то есть, например, почему такой элементарный базис, не знается там совершенно, то есть это, конечно, нужно чинить в самом начале, и особенно, когда люди учатся, да, или только пришли работать, то есть это должно просто происходить хеерически. А с точки зрения термина, да, то есть здесь нужно ставить себя на место человека, с которым вы работаете, не важна индустрия, есть определенный набор инструментов, которые пользуются, там, бренд-маркетинг, скажем так, от компании к компании, эти инструменты разнятся, скажем так, их инструменты те же, без этих инструментов, в зависимости от бизнеса, то есть, там, пример, который вас приводил, я так понимаю, некая диджитальная компания, которая запускалась, это, конечно, один из кусочков, там, для большого бренда, не знаю, там, Coco Polo, Snickers и так далее, а для среднего, или, там, допустим, ну, какого-то другого бизнеса, там, диджитал особенности, это, там, основной инструмент, который дает основной импакт, то есть, основное влияние. Конечно, этот нужно знать, и когда происходит, там, диалог на ту или иную тему, то есть, конечно, было бы желательно, чтобы финансист, ну, просто, там, сводил цифры, а он мог понимать, о чем ты говоришь, он смотрел на компанию, как на организм, он понимал, скажем так, задачи и роли маркетолога, понимал, о чем он говорит, и мог свести, свести все это, во многих случаях, гуманитарную информацию в цифры. Это очень важно. И на самом деле, что там часто бывает, то есть, бывает, что просто люди не понимают, потому что не понимают языка другого. Это относится к бренд-маркетингу, в том числе, почему я, там, считаю, что там такое образование, вот как сейчас, вы предоставляете, оно очень круто, потому что люди, на самом деле, могут много изучить для себя, потянуть там свои хвосты, именно пользуясь таким инструментом. С точки зрения, там, скажем так, выхватывания деталей, я уже пример приводила, вот, то есть, нужно понимать вес каких-то вещей, вот, там, не знаю, в том же пенеле, там, если о нем говорить, да, нужно понимать, как работает зонтичный бренд, то есть, понимать, что происходит, какие задачи, да, какие задачи, бренд-маркетолога, что он понимает, там, под оптимизацию затрат, что вам нужно знать об инновациях, что вам нужно, в принципе, понимать, и как вы можете эту информацию, даже если человек, вот, вам попался, который, ну, не очень, скажем так, следует, там, финансовые науки, вы можете эту информацию от себя привнести, кроме уважения, вот, скажем так, окружающих, там, от вашего руководства, там, и этого партнера, ну, вы больше негатива, вы точно от этого не получите, и самое важное, что ваша китая, вам нужно, там, показать то-то и то-то, вам уже сделаются задачи, вы выполните, то есть, если рассчитывать, что оно как-то выполнится без вашего дополнительного участия, без определенных усилий, вот, ну, в большой степени по опыту могу сказать, что это наивно. По поводу финансовых моделей я упоминала, честно, на моей практике это вызывало всегда какой-то кошмар, я вот, например, любитель, там, иметь большую красную кнопку, на которую, там, ты нажимаешь, все как-то, значит, проработалось, и, там, с точки зрения сценариев, у тебя есть свобода мыслей, свобода поиграть со санкшенами, и получить, там, тот или иной результат, его смоделировать. И, конечно, люди, которые понимают, вообще, в моделировании, могут это реализовать, реализовать это через 4 месяца, потому что, вот, сейчас я получила задачу, и побежала, там, учиться, это не работает, и, к сожалению, или к счастью, это нужно сдавать сразу, и, конечно, у меня, честно, большая мечта, да, что, когда я, там, вернусь в компанию, все уже будут уметь делать финансовые модели для брендов, в том числе, да, и работать с маркетингом на языке цифр, понимая, собственно, и отфильтровывая, что человек говорит, это же не обязательно разговаривать только на тему, что такой финансист, понимаете, не маркетинге образованно, нет, вы просто, как финансист, должны поддерживать беседу, очень понимая, чтобы человек, понимая, о чем он говорит, понимая веса каких-то вещей, чтобы самому же, ну, скажем так, не быть, ну, не то, что обманутым, да, а не введенным там в некое, в заблуждение, вот, то есть такая подстраховка тоже здесь важна. Очень дружить нужно с сильными сторонами. Финансиста, это аналитика, это видение компании, это понимание долгосрочных, или компаний финансовых, и понимание, как там тайвенная работа, например, тот или иной бренд, с точки зрения портфельной, стратегии компании, его финансовых, ожидания на все, на это влияет. Вот с этой точки зрения, то с этим бренд-менеджером и разговаривает. Вы же знаете, что бренд-маркетолог, у него сильные стороны это коммуникация, это переговоры, это проектная работа, это где-то инфлюенсинг, то есть он поднажать где-то может, и вы, может быть, даже это не заметите. То есть, конечно, идеально здесь нужно работать не на конфронтации, вот, а на синергию. К этому приходите, держать это всегда в голове. Поэтому, по большому счету, от меня рекомендация здесь такая, что кроме того, что финансист, финансист, который пришел в FMCG, например, в компанию, должен хорошо знать свою часть, он должен просто ее хорошо знать, но и должен знать феерически. То есть, я еще раз подчеркиваю это слово. То есть, работа в Excel, умение автоматизировать, не знаю, там, макросы, не макросы, питон, не питон, это уже ваша задача, как вы это делаете. И, к счастью, наверное, оценит ваш руководитель, и вы получите себе плюсик не только в карму, но и в бонус, потому что обычно оценка происходит, да, там, выдавая, но и получите уважение от тех специалистов, которые с вами работают из других отделов. Говорим там о бренд-маркетинге. У меня были люди, которые, когда работали со мной, у меня просто, ну, я даже смотрела на него, как на Бога, как же он все, 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 что я ему здесь наговорила, все, что я ему принесла, он так грамотно прочелленджил, прочелленджил, то есть задал мне вопрос, почему, 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 где-то настроил, все это сложил в некий организм и выдал мне через какое-то время какую-то сумасшедшую интерактивную модель, которая для меня понятна, я не слушаю какие-то, скажем так, термины, которые мне не надо слышать, я вообще не должна в этом разбираться, и я, главное, могу решать свою задачу, которую передо мной поставил мой руководитель. поэтому, по большому счету, кроме, не то, что кроме, я бы меняла вообще, мы сейчас живем, а у нас 2019 год, вот 10 лет назад, наверное, возможно, это даже бы и не требовалось, потому что темп вообще был другой, все как-то, по-другому все происходило, ну, то, что я помню, в FMCG, например, сейчас считается каждая копейка, и ресурсная, и инвестиционная, и, конечно, специалисты будут оставаться в крутых компаниях, те, которые свою работу делают лучше всех, и процесс, знаете, как вы не будете, мама, когда все это закончится, никогда, то есть учиться нужно, и я очень, 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 устоятельно рекомендую для тех финансистов, которые пойдут работать, и будут знать, что в их партнерах, да, там окажется маркетолог, осмысленно подойти к этой задаче, и, соответственно, обучить себя в направлении, то, что я озвучила, то есть управление брендом, какие-то маркетинговые терминологии, и так далее, и так далее. Это не так сложно, особенно, если вы хороший специалист, умеете строить, я все время упоминаю финансовые модели, потому что это ровно тот кусок, который меня интересовал, то есть мне больше, вот честно, ничего не интересовало, и главное, меня интересовало, как этот человек сделает, то есть здесь важна скорость, эффективность и качество, и умение на простом языке, без терминологии, без углубления в Excel, там, показывания, как связаны линки, какие формулы поставлены, тут все, все лишнее, то есть именно soft skills, переговорные, коммуникационные, то есть он приветствуется, и на самом деле ожидается. То, что я говорила, что ближайшие 10 лет, я думаю, дальше, темп будет только увеличиваться, и учиться нужно постоянно, и пока есть возможность, я понимаю, в большинстве своем, заканчивать учебу в государственных учреждениях, и только вышла на работу, поверьте, дальше будет, больше времени не появится, поэтому, конечно, нужно, скажем так, совершенствовать себя, и делать это, не откладывая на завтра. У вас есть у нас вопросы? Да, вот на самом деле, такой вопрос, который, мне кажется, он многих интересует, который заключается в том, то, что очень часто, особенно, как бы, по мере того, как мы становимся все старше и старше в нашей, так сказать, корпоративной, не только корпоративной, иерархии, что чем старше ты становишься, тем больше у тебя становится неизвестных, и то есть, понятно, то, что одна из частей, которые, про которую мы говорим, это вот именно эти интерактивные, сценарные модели, потому что они помогают нам, условно говоря, справиться вот с этой неизвестностью, которая перед нами стоит. У меня вот такой вопрос, вот лично у меня, и вот у многих людей, которые смотрят, наверняка случаются такие ситуации, когда мы с вами оперируем под тем предположением, то, что мы чего-то не знаем. И, соответственно, вот, например, если бы я к вам пришел и сказал, ну, давайте мы сделаем бренд менеджмент. Понятно то, что у вас с самого начала вы можете понимать, в каком направлении двигаться, но вы точно не будете знать ожидаемый результат, вы не будете знать какие-то метрики, по которым смотреть просто по той простой причине, что вы еще, так сказать, с нами не работали. И, то есть, так или иначе, и у вас, и у меня будет много неизвестных на начало работы. Как вот с точки зрения бренд менеджера, особенно, который только начинает работать на определенном направлении, данные проблемы, они решаются. Как бренд менеджер, который и так работает в очень, так сказать, субъективной и сложно разветвленной системе, как бренд менеджер борется, какие есть инструменты для того, чтобы бороться с этой неопределенностью того, какой же будет финальный результат работы? Спасибо за вопрос. Если я его правильно поняла, вы по поводу, ну, то есть, по поводу неопределенности. То есть, первое, первое, то, что вы упомянули, что да, неопределенности становятся все больше, и это нормально. С другой стороны, никто не отменял системное мышление, некий там критикал, view на вещи. То есть, что я имею в виду? Допустим, вы пришли как бренд менеджер в компанию, в компанию X, она что-то продает, да, и компания вам говорит, мы вас наняли, вы у нас первый, первый, первый маркетолог, и, в общем, мы на вас возлагаем большие надежды, пожалуйста, продвиньте продукт и принесите нам столько-то денег вперед. Что после этого происходит? Если человек обладает системным мышлением, то, что я уже упоминала, он задаст вам вопросы или там, саморуководитель из большой компании, о бизнесе, чем занимается компания, какие у нее задачи, какие у нее конкуренты, что происходило в последнее время с портфелем, он обязательно попросит, это не то, что не маркетолог, это, я даже не знаю, кто этот человек, если он у вас не попросит финансовую отчетность, не попросит сделать качественную презентацию, которая, ну, или хотя бы там на словах рассказать, это зависит от бизнеса, там, в большом бизнесе, известно, все в паранпойнте делает, это, и, кстати, у финансистов очень часто это такие очень сложные презентации, очень много цифр, а сучуха хотел сказать, что хотел сказать автор, выясняется в процессе. И читать их невозможно, нужна лупа, смотреть, что они. Да, я просто, знаете, мне, как сказать, сказать жестковато, я бы сказала, что вот маркетолог, как вот человек, у нас задача такая, вдохновить, и мы должны вдохновлять это не только там рассказом и делами, но и там нашими презентациями, да, и, конечно, финансисту, который вообще не про вдохновение, ему тяжело, но это не означает, что нужно писать мелкие буковки, цифры, и показывать, как сложно ты считал все это, я говорила, никого не волнует, как много времени ты на это потратил, всех волнует результат, и поэтому, конечно, нужно там развивать себя в этих направлениях в том числе. Причем, возвращаясь к тому, что там субъективно, то есть пришел бренд-менеджер, он вас спросит, что за компания, что вы делаете, какое ожидание руководства, направляющего там никому не нужно выбывать, к чему, друзья, идем, какой портфель, какие были проблемы в процессе, что у нас там происходит со статистикой, на рынке, если компания закупает эти данные, делается аналитика, запрашиваются финансовые отчеты, смотрится, что происходило, в зависимости от компании, как сказать, финансовая отчетность, она, конечно, реактивна, но она стандартизирована, поэтому это ее большой плюс, можно посмотреть и проанализировать вместе с руководителем, с финансистом, что происходило. Дальше, новоприбывший бренд-менеджер, там, где нанятый маркетолог должен сделать оценку и дать свою рекомендацию, которая бы была в направлении задачи от руководства. После этого, когда эта рекомендация обсуждена, она прописывается, я с которым задумываю, вернусь, в некий план с задачами, это может быть экшн-план, там, что поделать, но сначала формулируется задача, эта задача описывается качественно и количественно во время, не знаю, что-то улучшить, на столько-то рублей, принести эти деньги через год. Все с этого начинается, и на самом деле любого бренд-менеджера, вот у нас такая кажущаяся очень облачная специальность, на самом деле очень хардовая. Мы закрываемся тем, что мы рассказываем про имидж, про лояльность, это тоже очень важно, но с нас, наше руководство также спрашивает, если оно хорошее, качественное бизнес, ориентированное руководство, но с нас спрашивает цифры, но с нас не спрашивает, насколько нам нравится наш дизайн, это входит в дизайн продукта, это входит как матрешка в ту положительную цифру роста, к которой мы должны прийти, например, ну и по-другому это не работает. И на самом деле хороший, качественный специалист должен провести как бы прибор, то есть он должен сделать работу аналитическую, синтезировать эту информацию и вытекать там некий результат, рекомендацию. И финансист будет тем человеком, если мы говорим про малый бизнес, это вообще вы лучший друг. То есть прям вот сидеть надо напротив, прям дружить домами в этом случае, партами там, не знаю, где сидят, потому что именно через эту призму и будет выяснено, как потрачены деньги, какое там роя, куда тратили, что получили, что хотели, вот фронтур, да, обычно там создается, и не важно в какой индустрии это все происходит, вот вообще не важно, это FMCG, ну просто в FMCG это будет дольше, там, возможно, это попадет в цикл маркетингового планирования, который там идет бесконечно практически, а все это планируется на два года вперед и так далее. Если это маленький свой бизнес там или средний бизнес, где-то реально быстрее все это видишь, и не возникает вопросов, не знаю там, какие у нас поставки в ближайшее время какого-нибудь сухого молока, и что там на фронте сухого молока на бирже происходит, это что же влияет? Это должно быть известно твоему финансисту, который делает тебе модель для твоего большого бренда, потому что такие вещи называются форс-мажором, их нужно менеджер, нужно думать, как закладывать эту модель. Ты видишь, что когда твой финансист об этом не слышит, а ты знаешь, ну это как-то в вопросике, как говорится, появляются. Поэтому с точки зрения маленького, ну там, малого бизнеса, не нужно стесняться смотреть на маркетолога, как на человека, который должен выдать вам цифры. И нужно, как раз уж я упоминала, разбираться в его профессии, хотя бы там, вот как мы разбираемся на пинели, хотя бы там, понимая, какие строки затрат, да, там, статьи затрат, где находятся, и что в них включено, и как они там взаимосвязаны, хотя бы на таком уровне. То есть на таком уровне нужно понимать, что происходит. Как смена дизайна упаковки, это моя любимая вообще история из компании российской, мы сейчас поразукрасим здесь упаковку, и продажи наши взлетят. Ну как бы нет, и не надо этого ожидать. И здесь на самом деле должен быть серьезный разговор взрослых профессионалов, которые вырабатывают там некий список действий. Если вам человек не может объяснить, если он никак не может это объяснить, если вы старались, пытались, то если он с вами работает, вы находитесь там в большую компанию, ну, видите, что человек, ну, вот просто пробел, знаете, бывает, не виноват, так случилось, пробел в образовании, его нужно отправлять не обратно в университет, а нужно отправлять туда, то есть к профессионалам, которые могут эти знания ему отдать. Если это по финансам просадка, значит, что-то проседает по финансам, и человек должен быть отправлен туда учиться. Если это человек, которого вы наняли, там у вас единственный маркетолог, не бойтесь с ним прощаться. К сожалению, в следующий раз просто нанимайте человека через интервью по вопросу, не слушайте, не слушайте облачные рассказы, слушайте данные, данные, и давайте кейсы, дайте ему свой кейс, свой кейс, там, ну, как-то завуалируйте, чуть-чуть измените, посмотрите, как он мыслит. Ведь как в консалтинге, это же важны не цифры, как там человек переумножил в голове 16 цифр, а то, как он пришел к этому решению. Здесь то же самое. В какой-то степени маркетолог не упоминала об этом, ну, не сказала прямо, сейчас скажу, то есть маркетолог – это человек, который маленький CEO маленького бизнеса, своего бренда. Если он пришел, будучи нанятым сотрудником, в малый бизнес, у него ощущение, что он, пусть он не собственник, но он CEO этого бизнеса, и он отвечает за весь результат, оно у него должно быть. И вынимать нужно таких людей. И проверять их, собеседовать, и здесь на самом деле ничего, я там сколько смотрела всех материалов, по большому счету, ничего не отличается от того, когда нанимают консультанта, ну, там просто легче это происходит, чем в версии, там, хорошие маркетологи. Я ответила на вопрос? Да, 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 да. Ну, это как обычно, то есть все в итоге сводится к тому, что мы пропускаем такую как роличную нору, то есть мы начинаем с каких-то начальных вещей, и потом уже, работая вместе, собирая информацию, мы пытаемся уже выстроить стратегию, именно попытаться нам бросать какие-то начальные цифры, которые потом уже будем тестировать, и уже, соответственно, на основе опыта, на основе каких-то пониманий, то есть, как вы сказали, то есть без того, то есть без того, то что как ты это протестируешь в реальном мире, чтобы увидеть, как это реально работает, нельзя именно привести какие-то цифры, то есть именно поэтому, как вы, собственно говоря, в самом начале сказали, тут главный опыт, потому что нужно понимать, то что как вот, там, условно говоря, для человека, который не напрямую никогда это не делал, для него идея с перекраской там, батончика Марса в другой цвет может показаться гениальной, в то время как для человека, который занимался уже этим, который это делал, когда-то, он уже скажет, нет, эта работа не будет, потому что мы уже это делали, мы знаем, что это не работает. Ну, абсолютно верно, то есть, еще раз повторюсь, есть набор инструментов, там, давайте скажем, что их 100, в зависимости от индустрии, где задается вопрос, от этапа развития компании, от продукта, его специфики, это диджитальный продукт, это сфера услуг, это FMCG, это еще что-то, там, недвижимость, приоритетность инструментов, вот из этих 100, да, она меняется, и задача хорошего бренд-маркетолога понимать, понимать релевантность каждого из этих 100 инструментов в преломлении на текущую задачу в таком-то бизнесе. И происходит, конечно, там, понятно, на интервью, хороший специалист может рассказать много, но вот то, что я говорила, нужно это проверять через цифры, возможно, там, какой-то кейс ему дать и посмотреть, как он думает. Это тоже очень важно. И, конечно, как сказать, как ты это проверишь, если ты сам веришь, например, что упаковка, это прям очень важно, это вот номер один. То есть, чтобы не сидеть в таком заблуждении, которое убьет потом твое начинание, твое, не знаю, там, стартап или бизнес, там, разное бывает, ну, ты, конечно, нужно образовываться, самообразовываться, находить экспертов, у которых ты можешь спросить, которые, там, работали в компаниях хотя бы на позициях старших, лучше искать бренд директоров, которые, там, продают эти услуги и так далее, и так далее. И искать специалистов, ну, то же самое, как у вас происходит, искать специалистов-финансистов, которые продают практические знания, в них можно эти знания забрать и применить их уже в своей деятельности, получить свой результат. То же самое в бренд-маркетинге однозначно совершенно. И по-другому это просто не может быть. Да, 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 согласен. Ну, у нас вроде как бы вопросов нет. Спасибо, было действительно очень интересно, очень интересно именно послушать то, что очень многие, опять же, люди, очень многие студенты, очень многие, которые изучают финансы, все фокусируются именно на каких-то моментах, которые связаны с тем, как что-то делать. И вот то, что вы сказали, на самом деле, мне очень и очень близко, как уже такому, ну, можно сказать, менеджеру с опытом и человеку, от которого требуют многие вещи, то, что вы сказали, это именно то, что я вижу среди тех проблем, с которыми я сталкиваюсь. То есть, именно вот эта коммуникация, понимание, я это называю transaction expense. То есть, условно говоря, когда работают люди из различных направлений, чем меньше они понимают домены друг друга, тем дольше это делается, тем больше ошибок совершается и так далее. И, соответственно, то, что вы говорите, это именно такая синергия, где, с одной стороны, вы двигаетесь в одном и том же самом направлении, только вы, условно говоря, управляете по паровозам, а я подкидываю уголь как финансист. Спасибо вам большое, спасибо, что провели этот пятничий вечер с нами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!